Всем привет, вы на канале Илья Антошка, и сегодня я хотел бы поделиться с вами самым большим открытием в этом году, которое коснулось именно меня. Этим открытием для меня стало хобби, о котором я не слышал полгода назад вообще. Даже если бы кто-то мне о нем рассказал, скорее всего, я бы покрутил пальцем у виска и сказал, ну, не мое, давай вот ты как-то сам. В общем, не буду ходить вокруг да около, это посткроссинг. Для меня было очень неочевидно, что может мне дать это хобби, и, честно говоря, заниматься я им начал просто, ну, за компанию, ибо она очень воодушевленно показывала мне свою тонну открыток, какие-то стикеры, цветные скотчи. Я, честно говоря, вообще не знал, что существуют цветные декоративные скотчи до того момента, пока мне Алиса вот просто их кучу этих бобин не достала. Некоторые открытки мне реально понравились, и в целом я подумал, ну, будет неплохая коллекция. Собственно, как-то так и начался мой посткроссерский путь 4 месяца тому назад. Однако же сегодня я подготовил для вас топ-5 вещей, по которым вам не стоит заниматься посткроссингом ни в коем случае. Эдакое хейтерское видео. Первая причина – это то, что вам придется в 30 раз чаще проверять свой почтовый ящик, и теперь вместо привычных нам всем штрафов там за нарушение ПДД, квитанции об оплате, ЖКХ и подобных официально деловых бумаг нам будут туда приходить какие-то цветастые картонки от каких-то не иностранных людей, написанные на нерусском языке, которые, к тому же, надо будет еще и на сайте зарегистрировать. И вы меня спросите. Илья, это что получается, мне нужно тратить время на незнакомца из другой страны, который желает мне счастья, здоровья и других позитивных вещей? Я скажу. Да. Причина номер два. Вам придется тратить целых несколько часов каждый месяц на саморазвитие, переписывая из переводчика маленькие тексты на цветные картонки, да еще и на нерусском языке. И вы наверняка скажете. Так, Илья, это что опять получается? На семью или отношения время потратить? На работу или учебу время потратить? Так еще и на себя самого придется несколько часов в месяц убивать? В ущерб сериалам и тиктоку? Да еще, чтобы познакомиться с иностранцами? Да. Ну уж нет, так и интересным человеком можно стать, не дай бог. Третья причина, по которой вам обязательно надо уберечь себя и близких от посткроссинга, это азарт. Азарт непременно будет возникать при получении и написании тех самых цветных картонок. Ведь каждый раз, когда вы будете подходить к почтовому ящику, чтобы забрать те самые присланные вам картонки, или проверять электронную почту, чтобы удостовериться в том, что отправленная вами картонка достигла адресата, вы непременно будете испытывать азарт и предвкушение от предстоящего пополнения вашей коллекции цветных картонок, от иностранцев на нерусском языке. Азарт – это плохо. Четвёртая причина, по которой вам точно не нужно заниматься посткроссингом, заключается в том, что вам, да, это очень тяжело, вам придётся узнать, где находится ближайшее к вам почтовое отделение. И регулярно ходить туда, чтобы бросить в почтовый ящик те самые коварные цветные картонки. И, наверное, вы мне опять скажете... Нет-нет-нет, Илья, ты что, мы же и так ходим на работу или учёбу, в магазин за продуктами, так теперь ещё таскаться до отделения почты? Угу. Нет-нет, это просто ужас, опять страдает тиктокерское сериальное время, мы не можем этого допустить. Только я о чём вам говорю. И заключительная пятая причина, из-за которой вам точно не захочется заниматься этим ужасным хобби – это рукописи. Да, вам придётся снова начать писать рукой, да ещё и на нерусском языке. Всякие добрые слова, истории для иностранных незнакомцев, отправляя от себя туда, через весь мир, чуточку тепла и заботы. И всё ради того, чтобы кому-то там, далеко, возможно, за океаном, стало чуть приятнее жить его жизнь. Вот такое вот топ-5 получается. Опасное нынче хобби – посткроссинг. А если серьёзно, всем, кто досмотрел видео до этого момента, я хочу порекомендовать, от всей души хочу порекомендовать, зарегистрируйтесь и попробуйте отправить эти пять открыток, первые, которые вам выпадут. Кстати, я буду безмерно счастлив, если вы пришлёте мне лично письмо, открытку, может, посылку какую-нибудь. Для этого я оставлю в описании абонентский ящик, тот же самый, который есть у Алисы. И я буду теперь вместе с ней его ходить, проверять на почту. Ну, вдруг действительно кто-нибудь мне напишет, и, может быть, даже завяжется какая-то переписка. Так что, ну, серьёзно, народ, пишите письма, пишите открытки руками, не печатайте. Это так лампово, просто порой до мурашек, честное слово. Ну, к тому же, это приятная неожиданность. Сейчас же довольно немного хороших вещей происходит, к тому же внезапных. А посткроссинг будет радовать вас регулярно, если у вас, конечно, есть душа. Ну, а с вами был Илья Антошка, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, максимально распространяйте это в видео, потому что я очень сильно хочу обогнать Алису по подписчикам. Ну, и на этом у меня всё, с вами был я, моя подушка, не моя подушка. До новых встреч, пока-пока.